день добрый другим и продолжаем катать евро трек симулятор на версии 149 с вами олег драйвер давай дорогу что у нас сегодня происходит и где я нахожусь нахожусь в финляндии истечко около кулова или вала сейчас посмотрим как точно произносится так здесь у меня была разгрузка тут же загрузка на швецию взял 22 с копейками тонны картофеля пока грузили здесь у них в офисе там на первом этаже кафешка небольшая есть пообедал нормально так у чисто для рабочих у них да без проблем так ну что надо ехать вот такой камаз 64 60 500 510 что ли лошадиных сил берседесовский дизель 10 коробка камазовская хорошая стыковочка такая получилась очень удачный тандем и полуприцеп не фас на шасси камаз так ну что так ключик на старт так интересно вот момент такой да смотри вот какая опасно какая опасная близость конструкции прицепа при переезде скажем какого-то углубления вот эта херня сто процентов вебет попортит сто процентов попортит нам баки пробьет да действительно такая фигня есть или просто какой-то недочет что ли хочу такие все вот эти швелера эти вот не швеллер это штампованная как конструкция такая идет она очень такие все низкие таки должны быть что ли так давай с пульта ключ на старт хорошей работы так все с пульта сейчас при трип инспекция в современных американских грузовиках тоже там с пульта нажал идешь и проверяешь снаружи на как освещение он там периодически это моргает это моргает там одни фонари другие нормально такой прицепчик софтрансавта софтрансавта возвращается в скандинавию так топливо у нас нормально так тут все путем аккумулятор путем все путем красавчик вопросов по экологии никаких с мерседесовский дизель нормально так скажем так евро 5 хотя бы пускай будет да наверное я не знаю сколько там так что погодка попортилась малеха да смотри на обед с того вообще ясно было будет за час буквально я вхожу уже натянул ее перми театр так навигация проложена ну что сбором поехали надо работать копеечка сама по себе в кармашка не упадет надо трудиться оплачивать счета ну что в игре надо чтобы получить денежку надо поездить потратить свое время так точно так же и точно так же и в жизни надо потратить какие-то вложения сделать чтобы чтобы что-то получить и от того в зависимости от того что ты хочешь получить разного размера газончик понял разного размера вложения должно быть хочешь высшее образование плати больше либо ты должен быть очень умным чтобы получить бесплатный грант на обучение а чтобы быть очень умным надо опять же потратить время в школе чтобы получить базовые хорошие знания то есть всегда нужно сделать что-то чтобы что-то получить и зависимости от того уровень твоей уровень твоей совести что тебе позволяет кто-то душу продаст кто-то дело продаст за все чтобы у него что-то там все бы не а кто-то будет ну что такое а кто-то будет просто вспахивать как лошадь чтобы повысить свой жизненный уровень чтобы повысить качество жизни вот в такую погоду должен быть дождь сколько раз он говорит сколько раз уже говорил да вот пасмурная погода бывает в пасмурную погоду есть дождь бывает и нет дождя в пасмурную погоду нормально но в такую погоду надо делать дождь если делать дождь вообще они тогда когда переменная облачность легкие облака солнце светит тут облака там облака везде просвечивает голубое небо и херачит ливий вообще красота а тут смотрите поворота направо дальняя перспектива притуманена малюха повернете на право так один момент ну конечно только вышел все 60 вот дальняя перспектива немножко притуманена до смотри кому-то там как бы дождик должен быть идти так топлива топлива не надо потоплю все отлично едем дальше впереди впереди такой хороший долгий путь пишет что тысячи километров это вместе с паромом так воскресенье двигайтесь прямо затем поверните на право ждут нас в понедельник поверните в понедельник по подожди в понедельник сейчас я точнее посмотрю так подожди ну-ка 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 когда нас ожидает ну да в понедельник так суббота ай господи воскресенье сегодня суббота а я смотрю вот справа время прибытия ожидаемое воскресенье 10 36 37 ёпперны твою театр вот блин сам себя напугал время-то суббота еще суббота целый его оболочка смотри потиху расходится красота все солнышко вышло на слава бога хорошо ну что в хорошая погода в дорогу на начало пути это хорошо это быть добру не житель середине это быть добру так будем стараться вообще не превышать сильно вот если 80 то 85 до 90 идти когда заметил уже сколько раз так было если держишь разрешенную скорость то и меньше нарушений всяких у тебя происходит в игре меньше проездов на красный где-то едешь по населенному пункту там всегда надо быть на чеку мало ли светофор еще что то в зеркало посмотрю то на навигацию так мы по магистрали то мы сейчас до порта вообще быстренько найдем ну как быстренько так секундочку тихо 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 но опять 30 все 60 камеру поменял туда-сюда переключил все ровно 60 вот что за фигня такая тоже ведь ничего нормального такого почему-то происходит так по таким дорогам 80 но с другой стороны смысл тут держать 80 если весь поток идет быстрее вот видите скоростью потока так догонять не будем и так идем с чуть-чуть с превышением больше десятки ну не сильно быстро я еду не сильно не опасно никому держитесь правее затем съезд справа съезд справа что так так Ой, хорошо-то как. Красота-то пугаянная, бота. Держитесь левее. Держитесь левее. Держимся, держимся. Сейчас ремонт в квартире делаю. Ё-моё, это стихийное бедствие. Это караул просто вообще. Тем более капитальный ремонт. С демонтажом старых полов. Уху-ху-ху. Это вообще жизнь. Ну, с демонтажом старых полов-то это не первый мой опыт. Я уже у дочи в комнате эту операцию провел. Деревянные полы поставил на лагах. Так, лаги анкерами присобачил бетону через прокладки. Держитесь правильнее. Затем съездить справа. Пока нормально. Пока нормально, ничего не скрипит. Пока все хорошо, слава богу. Второй опыт, это был на кухне. Там тоже деревянные полы скрипучие, ё-моё. Ну, квартира, хрущевка, что же вы хотите, да. Там я уже делал бетон. Но все-таки пол на кухне будет более нагружен. Ну, площадь небольшая, поэтому можно позволить на квадратный метр больше, чем надо было бы вес такой распределить. Ну, и то я аж не полностью там всю толщину сделал бетонным стяжкой. Первый слой керамзита. Ну, гидроизоляция, разумеется. Первый слой керамзита, перемешанный с бетоном. Вот такая вот. Ну, не сильно много так вот подхватился хорошо, так нормально, когда высох. Ну, и то не настолько, чтобы можно было там ходить, и все равно маленько отслаиваться как-то вот так. Горошками, шариками. А потом на него сетку. Формирующего, стальной металл. Я уж не помню, какая ячейка. Да где-то примерно 100 на 100. И это... И потом уже сверху стяжку. И потом сверху еще наливной пол выравнивающий. Ну, и как раз вот получается под общий уровень подвел. Сейчас мне надо будет... Момент истины такой будет. Вот эти полы, да я разбираю сегодня. И надо будет лазер поставить и пробить уровень. Совпадает ли кухня? Я тоже по этому лазеру пробивал, когда делал кухню. Уровень пола относительно первой комнаты, которую лучше вот делали. Вот, вроде как нормально все. Уровень совпал с общим полом на кухне. Так вот посмотрим. Момент истины будет такой. Все ли правильно, все ли хорошо. Буду полы выравнивать. Деревянные полы буду делать. Также на лагах. Слишком по комнате получается. Нельзя делать такой большой вес на длинных перекрытиях. А перекрытия тут такие... Плиты так себе. Пустотка идет. И большой вес распределять на нее нежелательно. Но нельзя. Не дай бог что-то случится. На тебя повешат всех собак, блядь, что и сядешь. Поэтому надо делать легкий пол. А деревянный пол самый легкий. Лаги. Также анкерами к бетонному полу. Хрена никуда сдвинуться. Ничего там уже, блядь, не скрипнет у меня. И сверху потом USB. Либо фанера. Там в зависимости от толщины, которую надо. Сколько там надо будет поднимать. Ну, два слоя это минимум надо делать. Крест-накрест ложить получается так. Ну-ка. Держитесь правее. Затем съезд справа. Съезд справа. Просто по счастливой случайности получилось меня переместиться. Очень хорошо. Поверните направо. Так, у нас там где далеко нет хоть до парома. Ой, так это рядом совсем слушай, батюшки. Так, видос я уже пишу нормально. Так, давай тогда на паром. И переправление на пароме и дальше это будет уже следующая серия. Тут тоже магистраль. Ага, надо не забывать снимочки делать. Поэтому здесь скорость передвижения тоже будет хорошая. Так, сейчас у нас время получается уже вечер. Отлично, отлично, отлично. На пароме как раз выдрыхнемся, выспимся. Сейчас доедем и серию закончим. И переправление уже. Переправа будет у нас уже новая серия. Так, так, отлично, отлично. Хотя солнце высоко. А что высоко? Серью-то надо заканчивать. Вот трафик. Трафик есть, это хорошо. Хорошо. Скандинавская природа вообще очень нравится мне. Ближе, ближе ко мне по духу. Потому что сам на Урале живу. Вот такая природа, она мне ближе, чем пальмы разные. Тоже это, конечно, диковина та еще. Пальмы, ой-ой, красиво там. Всего тропический лес, бла-бла-бла. Но мне ближе вот такие пейзажи. Лиственные леса, хвойные. Вот такие дела, как в Карелии. Так, надо заканчивать быстрые серии, ставить на обработку, публиковать. И надо заниматься делами. Максимум, сколько я могу писать в день, это одну серию. Это с утра пока, перед тем, как начинать работу. Только одну. Сейчас в отпуске. Поэтому на отпуск вот затеял такую эпопею. Так, друзья, кто интересуется этим автомобилем, этим КамАЗом, на него ссылочка в описании. А то видео смотрите. В описании загляните, посмотрите. Ссылка в описании. На страницу, где я скачал на сайт. Это сайт Estimates. Удачно. Зеленый удачно переключился прям ко мне так. Так. Что тут правее надо сейчас получать? Держитесь правее. Затем съезд справа. И поворот налево там. Съезд справа. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Красотища какая, да? Нантали. Welcome to Nantali. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Лишь разогнался. Куда спешим? Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Так. Стоп. Мне. Когда я тут был последний раз? Господин. Так. Стоп-стоп-стоп. Куда-то навстречу. Сюда надо. Ну, я так полагаю, коридор этот проехать надо? Или направо надо было? Туда ехать. Ну, вот отстойник до погрузки. Нет, супер, наверное, я еду, еще. Сюда надо, да? Ну вот, как-то так Так, 5 секунд Давай эту серию закончим И продолжим следующую Уже с этого же момента Ну что ж, друзья, спасибо Спасибо всем за просмотр Спасибо, что были со мной Оставляйте комментарии, оценивайте это видео Подписывайтесь на канал, бейте в колокол Чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео Переходите по ссылкам Под этим видео на мою страницу ВКонтакте На мою страницу Фейсбук Там полно скринов по Еврдок, по Верке, по СОВ в России Также напоминаю, что ссылка на этот КАМАЗ И на видео Как собрать Сборку Русскую сборку карт Которая у меня Ссылочка в описании Под этим видео Заходите Смотрите Пользуйтесь Бесплатно Всем спасибо Пока-пока Увидимся До новых волнующих